В Леруа-Мерлин на Калинина сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и тех, кто уже стоял на кассе, вывели на улицу. Приехавшие на место пожарные ни дыма, ни огня не зафиксировали. Почему не остались на месте ДТП? Был в шоком состоянии. Водителя ВАЗа, который сбежал с места смертельного ДТП, нашли красноярский полицейский. 23-летний мужчина неделю назад купил машину. На перекрестке в районе Березина столкнулся с иномаркой. В ней погибла 22-летняя пассажирка. Установлено, что виновник аварии был пьян. Для многоуровневой стоянки на Красной Армии закупят парковочную систему почти на 18 миллионов рублей. Заказчик – центр транспортной логистики. Работу по установке паркосистемы должны закончить до 30 ноября. Напомним, парковку у «Кванта» начали возводить еще в 2007 году. На 13 лет работы встали. А после недострой снесли и спроектировали паркинг заново. Емеляновские автоинспекторы экстренно доставили задыхающуюся дачницу к медикам. Ночью на трассе Красноярский-Енисейск. К экипажу ДПС обратилась водитель. Ее мать-пассажирка после операции почувствовала себя плохо и не могла дышать. Сотрудники ГИБДД пересадили женщину в патрульный автомобиль и домчали до больницы. Обошлось без осложнений. В стационарный пост ГИБДД на Брянской 23 пришел черный кот. Ему уже дали кличку «Дозор» и экстренно через соцсети ищут хозяев. Ведь по выходным пост не работает. В сети пользователи умилились котику-инспектору. А в ГИБДД отметили, черный кот – это к счастью. А вот несоблюдение ПДД – к неприятностям. В Енисей выпустят около 500 подросших осетров под контролем Краевого Минэкологии и Рыбнадзора. Вес особей около 2 килограммов, длина до полуметра. Перед погрузкой каждую особь взвешивают и погружают в переносной контейнер. Выпускать ценных рыб будут в Прутовском мелководье Енисейского района. Вылов рыбы здесь строго запрещен. Три красноярки попали в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2022». В кастинге участвовали 30 деловых девушек. В полуфинал вышли специалист по охране труда и пожарной безопасности компании «Командор», эксперт отдела развития ипотечного бизнеса Банка ВТБ и специалист отдела патриотического воспитания и оргработы Агентства молодежной политики края. Сумма приза в финале офисного конкурса – 3 миллиона рублей.